Думская площадь. С добрым утром! Презентация последнего экономического обзора Nordic Outlook была представлена накануне. Сегодня она, как я понимаю, получит публичную огласку. Вот поговорить о ее результатах этим утром мы пригласили экономиста банка СЭП Дайнис Гашпуитис. Сегодня у нас в гостях Дайнис, приветствую вас. Доброе утро. Ну что ж, каковы основные положения данного обзора, о чем сегодня будет идти речь на конференции? Да, ну мы расскажем, как видим, глобальную экономику, в том числе латвийскую. И, конечно, на этот раз взгляд на экономику немножко снизился. То есть мы видим, что рост глобальной экономики снижается. И самое трудное время, наверное, будет осень и до где-то конца первого квартала. То есть сейчас как бы замедлений еще так не будем чувствовать, да, но к осенью, наверное, мы получим самый пик насчет продовольственных продуктов, то есть ценах, да, и, конечно, энергоносителей. То есть тогда ожидается такой самый пик тяжелого времени, который надо пережить. Но с другой стороны, мы видим, что экономика все держится. То есть хотя безработица может немножко прирасти, да, но это пока не видим такой небольшой потенциал роста, да. То есть это такой, ну, хороший знак, что мы можем как-то все это пережить, ну, легче, чем если был этот взгляд на тенденции, что рабочий рынок, ну, как бы меняется в негативную сторону, да. Но инфляция и все еще ситуация насчет ковида, да. Конечно, сейчас мы это не чувствуем вообще, но к осени это опять может возобновиться. То есть это тоже как бы определит ситуацию в экономике. Ну вот ситуация с ковидом, давайте ее обсудим. С одной стороны, мы понимаем, что пандемия затормозила очень много важных процессов в области предпринимательской деятельности. С другой стороны, правительство начало оказывать поддержку финансовым предприятиям. А вот, например, точка зрения президента Банка Латвии Мартинша Казакса, который в начале февраля заявил, что помощь государству пора заканчивать, но она, собственно, уже и заканчивается, потому что объемная поддержка привела к большой инфляции, которая создала, ну, высокий спрос. Вот поддержка государству и инфляция, насколько это взаимосвязанные вещи, по вашему мнению? То есть, с одной стороны, что в тяжелой ситуации надо помогать, и это прекрасно, когда государству помогать. С другой стороны, мы видим, как экономика начинает немножко нагреваться. Да, ну, конечно, мы видим, что это способствовало росту инфляции, и, конечно, что дальнейшая помощь будет немножко ограниченной, чем, например, было до этого. То есть, с одной стороны, правительство должно, чтобы немножко поддержать и бизнес, и домохозяйств, но не настолько, как было до этого, да, конечно. И, конечно, тут, может быть, мы не увидим такие мероприятия, которые были насчет ковида, да, потому что я думаю, что не будем находиться в таких ограничениях, как предыдущие эти волны. Ну, смотрите, вспышка опять в Китае. Да, ну, вот об этом и говорится, что, с одной стороны, это немножко такой, ну, безвыигрышный вариант, да, это зеро ковида, то есть нулевая толеранция насчет ковида, да, там нет выхода, там, ну, почти невозможно выиграть, да, поэтому надо иметь такой баланс. Я думаю, вот, мы тоже будем, может быть, опять носить какие-то маски, да, но таких ограничений, как были до этого, я думаю, не будет, из-за того, что, ну, мы не можем больше задерживать экономику в таких масштабах, как было до этого, да. Ну, хотя это зависит от правительства, как она удержит этот баланс, да, в каких-то ситуациях, может быть, и такого, другого выхода нет, да, мы не знаем, потому что мы сейчас видим омикрон, как довольно легкий вариант, да, но тут может появиться и другой вариант, когда, ну, других вариантов нет, да, так что это неясность, да, насчет того, что будет. Ну, да, инфляция, пожалуй, такой, один из основных бичей, который бьет по простому населению, вот, по вашему мнению, как можно было бы сглазить этот неприятный эффект, вот именно со стороны государства обсуждаются разные варианты, вплоть до и снижения НДС, и повышения минимальной зарплаты, пособия различным группам населения, да, это такие разные спорные варианты, вот вы к какому склоняетесь, как можно было бы в нынешней ситуации поддерживать общество в это непростое финансовое время? Да, ну, конечно, сейчас мы говорим о таких методных, как бы, поддержке, да, когда, ну, которые направляются на особенные группы, да, но мы не знаем, насколько эта инфляция будет, потому что я совсем ясно, что ситуация урожаем будет довольно такая плохая, то есть рост продовольственных продуктов будет выше, да, поэтому надо иметь такая, ну, как бы, ну, два-три варианта у правительства, если, например, есть, ну, такой базовый сценарий, тогда мы поддерживаем те группы, которые нуждаются, но при каких-то сценариях, тут уже надо думать о таких более масштабных поддержках или, например, в том числе НДС, да, но это не как основное мероприятие для поддержки, да, потому что если, например, инфляция, ну, как бы, начинает снижаться, да, и, например, нет такой ситуации, когда, ну, экстренной, да, тогда, может быть, мы можем только смотреть только на поддержку каких-то специальных групп, да, которые малоимущие и так далее, да. Да, ну, ряд экспертов как раз-таки полагает, что помощь широким массам как раз-таки неэффективна и даже отчасти вредна для экономики, что помогать именно нужно вот с конкретной целью, да, определенным целевым группам. Поясните, пожалуйста, почему помощь, так сказать, широким массам, да, не является ни эффективной, ни благоприятной для экономики, казалось бы, да, классическое взять, поделить, всем раздать, ну, вот. Ну, это надо смотреть контексты наших возможностей, как государство, да, потому что у нас кошелек небольшой, поэтому вся поддержка надо взвешивать, да, потому что мы все равно от кого, ну, какому, ну, ограничиваем какие-то возможности. Сегодня и завтра, в том числе, смотреть на те же дороги, те же зарплаты учителей и так дальше, да. А почему нет? Потому что, вот, ну, как бы, если мы помогаем всем, тогда, конечно, получать этот тезис, который, ну, например, который покупает больше, то ты получаешь эту, ну, как бы, выгоду побольше. То есть кто побогаче, тот и, как бы, эту выгоду побольше получаешь, да, Ну, это один такой нюанс. Ну, другое, если ситуация, ну, очень такая, туга, да, то тогда надо смотреть шире, да. И, конечно, государство сейчас будет взвешивать все возможности, которые оно может позволить, да. Поэтому это тоже, ну, это, этот подход немножко экономит ресурсов, которые так или иначе, ну, как бы, мы даем как поддержку, да. Потому что, ну, в экономике, так, если смотреть разные страны, не то, например, те же, которые, ну, немножко выше, чем средний уровень. Если они где-то, ну, как бы, не платят этот налог или так далее, это не всегда уходит, как бы, обратно в экономику, да. То есть они, как бы, поддерживают, ну, как бы, это, ну, как бы, придерживают эти деньги, да. То есть это, ну, как бы, выгода тоже, ну, как бы, не всегда стопроцентная. Как обычно говорят, что вот снизим НДС, и люди будут употреблять другие вещи, да. Это более касается, ну, чем ниже доходы, тем этот тезис больше работает, да. У других, чем больше, ну, как бы, доходы, да. Он не всегда будет от этого, что он где-то, как бы, сэкономит, сразу пойдет где-то в другом месте, да. Да, поэтому тоже видим и в таких ситуациях, что те деньги, которые получает государство, оно может более, ну, так бы, более правильно распределить по экономике и поддержке, да, чем, как бы, частный сектор, и мы, да. Поэтому мы тратим, когда мы хотим, да, и чего, чего хотим, да. А государство смотрит в таких ситуациях, где нужно, да. Вот и поэтому вот эти такие, как бы, аргументы работают, и, как бы, и сразу, как бы, не дают такие масштабные, как бы, поддержки, да. Но это как вопрос, как возможность есть, да. Мы видим, что та же Польша, мы видим, что другие страны там снижают цену на топливо и так далее. Это, ну, вот там... Польша очень успешный пример. Да, но это там разный, да. Это, ну, как бы, какой подход, да. И, конечно, если смотря, как, как, какие, ну, как наш бюджет формируется, да, снижение цен, это очень быстро показывается, выражается, ну, как бы, бюджет, да. И, конечно, в нынешних ситуациях, когда мы видим, что поддержка нужна, да, в том числе, и, наверное, будет, если смотреть, может быть, бизнес насчет энергоресурсов, да, цен. И, конечно, не столько и продавательственные продукты, но это комбинации, да, рост потребления продуктов, да, то есть они становятся дороже отоплений и другие такие, да. И все равно мы ожидаем, что государство, как бы, ограничит этот рост. Это все эти, все это ресурсы, да, и, конечно, очень трудно, когда снижаем где-то НДС, потом опять это возобновить, да, это, ну, опять, как бы, влияет на скачок цен. И, конечно, еще один аргумент того, что не всегда этот процент, который снижаем как налог, он показывается сто процентов как снижение цен, да, то есть там тоже, как бы, немножко цепи до торговца где-то еще, ну, как бы, какие-то... Кто-то возьмет свое по дороге, да, где-то подрастет еще по дороге. Да, поэтому вот этот как способ есть, он возможен, и при каких-то сценариях я принимаю, что так и наше государство может делать, но это не всегда так очень эффективно, да, в каких-то условиях. Да, ну, вот хорошо, господин Гашбович, мы обсудили, что НДС это такая вот не всегда однозначная мера, а вот по вашему мнению, как эксперта, какая наиболее, ну, скажем так, благоприятная и эффективная фискальная политика, налоговая политика могла бы быть применима в нашей стране, вот для нашей конкретной ситуации? Что можно было бы сделать вот в налоговом плане? Ну, я думаю, надо смотреть, какую поддержку, да, будут принимать правительства, но я думаю, что главное, чтобы они ограничили рост на тот же отопление, чтобы не росли долги, да, чтобы, ну, как бы не накопился такой долг, как бы в конце, ну, уже не это, но уже следующего сезона, да, когда вот многие не знают, как из этого выйти, да, и, конечно, дать какую-то перспективу, потому что это очень такой большой и, ну, такой масштабный вопрос, который, потому что энергоноситель будет, будут очень дорогие еще, ну, много лет, и не знаю, когда они опять снизятся до такого уровня, который мы видели еще год назад, да, то есть это одна перспектива, которой должно думать и правительство, и мы сами, да. И насчет продавательственных продуктов, конечно, я думаю, сперва, я думаю, надо быть эти те же, которые, мероприятия, которые, ну, точечные, да, которые определены, например, на какие-то специальные социальные группы, да, и тогда смотреть, как эта ситуация развивается, если надо, нам надо, если надо, может быть, там, особенные какие-то продукты, может быть, не весы НДС снижать, а может быть, на какие-то особенные продукты, или вообще сделать какую-то отдельную корзину продуктов, у которых, ну, как бы, например, все, как бы, немножко снижают цену, да, государство где-то... Молочную, например? Ну, например, там те же хлеба, ну, такие, как базовые какие-то отдельные продукты, да, под каким-то маркой, ну, например, кризисная корзина, если на такой... Ну, потому что, ну, так или иначе, об этом надо своевременно думать, потому что лето очень быстро пройдет, и вот это все, все эти, ну, как бы, факторы, они соберутся довольно-таки, ну, такой, довольно мощный, да, они будут давить экономику. То есть нынешние, нынешние один, сколько сейчас, кстати, один с половиной процента, последние цифры? Ах, уже 13. Да. Да, то есть к осени мы можем какую цифру наблюдать? Ну, опять, очень трудно, потому что, конечно, правительство немножко будет удержать рост, ну, как бы, какие-то цены, да, и очень трудно сказать, что будет с продавательными продуктами. Ну, а сейчас все видим, что Украина может потерять до половины урожая, да, мы видим, что Франция и другие страны, ну, Франция уже говорит, что урожай не будет ожидаемым, мы видим, что Индия ограничивает экспорт, да, очень трудно сказать, но, по крайней мере, мы видим, что сейчас уже, как бы, все эти продукты, они уже в рекордных уровнях, да. Ну, что ж, спасибо вам большое, господин Гашпойтес, отпускаем вас. Дайнас Гашпойтес, экономиста Банка СЭП, презентация последнего экономического обзора Nordic Outlook, о ней мы говорили прямо сейчас в эфире программы Домская площадь. Домская площадь. С добрым утром!